А мне просто нравилось то, что она танцует на пилоне, и то, что она красивая, и все такое. Моего знакомого чуть не изнасиловал другой парня. Нет-нет-нет, я пытаюсь следить за этой линией. С человеком, который сидел в тюрьме, и я начала с ним встречаться. Ну, слушай, жизнь, она вообще несправедливая, как бы. А вы не говорите такие слова? Друзья, всем привет. Сегодня у нас в гостях потрясающий диджей и блогер Типикал Марина. Марина, привет. Привет. Сегодняшний наш выпуск посвящен 8 марта. Расскажи, как ты празднуешь этот праздник, и вообще считаешь ли ты этот день праздником? Слушай, ну, на самом деле я не могу сказать, что я прямо его праздную, но я сколько вот помню своего детства, для мамы всегда был подарок, и всегда были цветы на столе от папы и от меня. Вот, и для меня почему-то этот праздник суперсильно ассоциируется именно с мамой. Как это мило. Да, но сейчас конкретно я поздравляю подруг, считай, практически каждый день, поэтому я как-то особо на 8 марта не делаю такого акцента. Вот, а так я думаю, что в этом году, скорее всего, я буду играть. Серьезно? А где? Я пока еще не знаю. Это все решается всегда так. Спонтанно? Ты сказала, что для мамы всегда был подарок, а для тебя? Для меня тоже был подарок. Да, наверное, да. Я, честно говоря, не помню. Я очень плохо запоминаю подарки конкретно себе, но я очень классно помню подарки, которые я делаю, например, людям. Мне почему-то странно, память работает в этом плане, и мне кажется, я больше люблю делать подарки, чем получать их. Ой, это очень мило. Я люблю людей, которые больше любят делать подарки. Давай поговорим немножко про твой диджеинг. Расскажи вообще, где чаще всего тебя можно услышать, и сколько времени ты посвящаешь диджеингу, допустим, в день. Я не совсем, мне кажется, такой яркий представитель диджеинга. Сейчас объясню почему. Я просто занимаюсь несколькими видами деятельностей, и они как бы все связаны с музыкой. То есть, изначально, первоначально я была блогером всегда, как типикл Марина. Потом уже из этого всего вырос интерес к музыке. Точнее, он был всегда, но я почему-то его открыла вот совсем недавно. И из этого всего вырос диджеинг совсем случайно, и потом подкасты, потом что-то еще, что-то еще, и Каспер. Каспер — это, собственно, мой никнейм диджейский именно, это образ, которым я прибегаю всегда, когда играю за деками. И конкретно времени я посвящаю диджеингу очень мало, и это плохо, потому что нужно, на мой взгляд, заниматься этим серьезнее. По крайней мере, если ты хочешь, например, шарить музыки, допустим, это нужно посвящать больше, чем, например, один день в неделю, потому что я сейчас посвящаю этому реально, наверное, максимум один день. Но один полноценный день, прям с утра и до вечера? Нет, это скорее, я имею в виду, я собираю так. То есть, получается, там, по два часа каждый день получается один день, там, вот в неделю. Но я просто знаю, допустим, ребят, которые в музыке постоянно, и там, условно, три-четыре дня они действительно постоянно сидят в серчинге, в дигме, ну, в общем, серчинг — это когда, там, музыка. Ищешь музыку. Да, собственно. Вот, кто-то дигает постоянно виниловые пластинки, и вообще не может без этого жить, и у меня тоже такое есть. Но просто суть в том, что у меня есть еще другие дела, ответственности, там, перед агентством, допустим, как у блогера, потом, там, нужно подкаст записать что-то еще, что-то еще, еще вечеринку нужно сделать. Я, получается, так, типа, между делом пытаюсь это все сделать. Вот, но в целом, да, наверное, один день в неделю. Расскажи, а зачем тебе нужен образ во время игры? Тебе это помогает как-то отвлечься, как-то отстраниться от себя самой и больше настроиться на музыку? Я думаю, что образ Каспера появился вообще потому, что когда ты два года, в общем, ассоциируешься с чем-то одним, а мы говорим сейчас про Типикл Марина, в какой-то момент ты начинаешь сталкиваться с какими-то стереотипами у людей, которые тебя чуть-чуть знают. Относительно тебя. Да. И условно ты там был блогером, потом ты говоришь, я диджей. И все такие, come on, чувак, в смысле? Серьезно? Да, такое есть. Но ты же можешь заниматься чем хочешь. Да, это правда. Но когда ты это разделяешь, проще. И проще в том числе, если ты, например, уже какая-то состоявшаяся медийная личность, условно, в социальных сетях. И тебе проще как-то, мне кажется, отходить от блогерства в какой-то момент. И плюс мне недавно знакомый сказал очень классную фразу, что это удобно брать какие-то образы и отделять, короче, свои профессии, даже если они чуть-чуть связаны. Потому что репутация, институт репутации, особенно в России, он очень... Очень работает криво-косо. Да. И вспомнить, например, историю про Регину Тудыренко и так далее. Но она вроде, мне кажется, реабилитировалась, нет, в глазах аудитории? Тут смысл даже не в том, реабилитировалась она или нет. А как отреагировали люди? Да, там смысл был в том, что человек просто изначально подавал образ такой, и он не сходился с тем, что она сказала. И когда происходит такой диссонанс, естественно, люди начинают очень-очень сильно на это реагировать. Вот. А если, например, ты отделяешь условно постоянные вечеринки, нахождение на каких-то, там, опять же, тусовках и постоянно ночную жизнь, отделяешь от блогера вот такого-то, это не значит, что я вот типа... Типикал Марин — это одно, а Каспер — это другое. Нет, это вообще абсолютно точно я, просто это какие-то качества, например, в Каспере утрированные от Типикала Марина, а в Типикала Марина какие-то есть качества Каспера, но все равно это, типа, разные образы. Я запутала, я знаю. Нет-нет-нет, я пытаюсь следить за этой линией. Вот, и просто, короче, это проще, и плюс к тому же к тебе меньше вопросов. Собственно, как Команда и говорила, что, например, она может условно... Любимка. Да, она может условно там 40 лет спокойно тусить, и ей никто ничего не скажет, потому что она Команда. Ну, это да, это трудно. Потому что она сделала такой образ, и это суперкруто. Скажи, а вот выбор такого названия Каспера, он был как-то не случайный? Я у тебя читала, что это связано с твоим братом, с тем, что это его любимый персонаж был. Я подготовила, я сталкер. Вот, но как бы так же Каспер — это все-таки провидение. Может быть, это тоже какая-то отсылка к тому, как ты играешь, к тому, какую музыку выбираешь? Вообще, есть две истории, которые я рассказываю про Каспера. Первая история. Я просто шла, помню, в августе по Китай-городу к друзьям, и какая-то девчонка подбежала. Я вообще так выглядела в августе по-другому. И девчонка подбежала, и говорит, ты Каспера? Я говорю, нет. Нет? Я с этой мыслью пошла, такая думаю, Каспер, странно, прикольно. А я тогда уже задумалась о том, что мне не нравится то, что происходит с точки зрения отношения людей к диджею-блогеру-девушке. Почему не нравится? Ну, потому что это, блин, сложно. Это сложно совмещать три вещи. У тебя состоялся какой-то образ, и в глазах людей сложно его развивать немного в другом направлении, потому что, ну, происходит какое-то непонимание. И то, что ты девушка, тоже на это как-то влияет? Да, тоже. В плане того, что девушек диджеев дискредитируют, то есть их не воспринимают серьезно? Нет, я бы так не сказала, просто частенько есть ощущение, когда ты играешь в сет, что, ну, условно, к тебе отношение такое, типа, ну, сейчас она, там, она, по-любому, сойдет не очень. Но такое было несколько раз. Ну, и было вот это там, типа, подошел, хлопнул по жопе, сказал там, а-ля, типа, а вы не говорите такие слова здесь? Нет, просто, что за трэш, почему тебя просто взяли и хлопнули по жопе во время сета, ну, это какая-то дичь. Не, на самом деле, это все абсолютно... Это нормальная ситуация для вечеринок. Это ненормальная... Ну, вот в каком клубе это было? Слушай, ну, если мы сейчас говорим, ну, я имею в виду, во всех клубах это может произойти. И это может произойти, кстати, с парнями, потому что у меня есть история, когда моего знакомого чуть не изнасиловал другой парень. Диджея? То есть он стоял, играл, а к нему просто кто-то подошел, начал домогаться? Такое бывает, да. Это же очень странно. Вот, типа, человек делает свою работу. То же самое пойти, там, не знаю, докопаться до бармена, который наливает напитки или что-то такое. Ну, такое бывает, к сожалению или к счастью. Ну, просто, понимаешь, культура, например, вечеринок условная. Я не буду говорить за весь мир, потому что я была на вечеринках, ну, условно только в Москве, допустим. Культура вечеринки заключается в том, что это место, где люди могут условно... Расслабиться. Расслабиться, да, и максимально не думать о том, что они должны входить в чьи-то рамки. Они еще и выпивают, и поэтому, естественно, у них все развязывается. Слушай, ну, есть очень хорошая фраза. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Если ты хочешь кого-то, ну, грубо говоря, ударить по заднице, ты не можешь этого сделать. Даже если ты очень развязенный, так, не знаю, отдыхаешь. Я не оправдываю людей, которые приходят на вечеринки, и в целом мы сейчас... Ну, это просто бред. Ну, это дичь, вот, я не знаю. Ты так просто спокойно это рассказываешь, как будто это само собой разумеюще. Нет, у меня просто... Я это рассказываю спокойно, потому что я в этом постоянно варюсь, и для меня это как часть... Ну, то есть это то же самое, что, например, человек, который там условно постоянно в медицине, он будет абсолютно спокойно рассказывать про то, как у него человек умирал на глазах, допустим. Вот, это просто часть работы. И это ужасно то, что мы об этом разговариваем так спокойно, но это часть этого мира, и ничего с этим не поделаешь, пока ты об этом не говоришь. Поэтому, условно, я, например, об этом в том числе еще часто разговариваю и рассказываю, просто потому что люди начинают реально задумываться об этом. Вот, например, на тебе это какую-то реакцию, допустим, вызывает. И это ненормально. И, условно, вообще я считаю, что неважно, диджей, бармен, организатор тусовки, просто тусер, который пришел потусить, все должно быть максимально в рамках, ну, приличия, естественно. Вот, но, естественно, это не происходит вот каждый день, например, на каждой вечеринке. Но так или иначе такие ситуации происходят. Это все равно ужасно. Мне вообще кажется, это странно, ну, учитывая вот современную всю эту повестку, знаешь, когда все там супер борются против, там, абьюзы и так далее. И, ну, а это для меня как бы, ну, все равно это легкий, но это харассмент, то, что человек просто подходит и трогает тебя без твоего разрешения. И странно то, что, ну, не знаю, вряд ли ты играешь в каких-то странных местах, чаще всего там какие-то прогрессивные нормальные ребята, ну, серьезно, ну, мне так кажется. И почему для кого-то все равно это кажется. Ну, не то, что нормы, но, типа, это забавно, а ничего такого. Слушай, ну, проблема в том, что вот, опять же, про диджеинг. Возможно, мне повезло, наверное, да, мне повезло очень сильно. И я вообще супер рада, что у меня, допустим, такие друзья, и что часть людей меня поддерживают именно из сферы музыки. И я играю в хороших местах, действительно, но я понимаю, что любой другой человек, который только начинает, условно, если у него нет страницы в Инстаграме, там, чуть-чуть раскрученной, к сожалению... А вот чуть-чуть раскрученной, это сколько в мире диджеинга? Не знаю, честно. Это вообще... Тут просто разные две сцены. Есть, например, сцена диджеинга с чуваками, которые играют какой-то хип-хоп и супер попсовое музло, а есть, например, люди, которые стараются выбирать что-то селективное, супер необычное, и там, ну, идут как бы в мир винила, допустим, но я скорее к той части отношусь. Это просто два разных мира, и, скорее всего, в том мире действительно суперважно быть популярным. Потому что в моем мире, например, мои 70 тысяч подписчиков никому ничего не говорят, потому что ребята очень часто говорят, что да мне все равно, типа, сколько ты людей приведешь, и главное это то, какую музыку ты играешь, например, у меня на вечеринке. Но это круто тоже, что такое подходит. Да, это, ну, по крайней мере... Ну, я не хочу, например... Я не считаю, что это не круто, что у тех людей подход, там, с учетом подписчиков. Потому что я делала вечеринки, и я абсолютно спокойно отношусь к тому, что, допустим, там, могут зайти диджея, у которого выше условно охваты, но меньше, например, там... Точнее, не меньше, а... Ну да, меньше опыта в сведении, допустим, музыки. Вот. Поэтому все, короче, условно, и... В общем, такой мир, он так устроен, и круто, что, на самом деле, об этом сейчас говорят. И с какой-то стороны я понимаю, что... Это прикольно, что об этом задумываются, и что сейчас... Если сравнивать, например, сейчас сцену с... Сцена, которая была два года назад, вот я тусить начала, там, условно, в 20-19, мне кажется, что народ стал чуть более прогрессивный в этом плане, это правда. Прогрессивный в плане адекватный, в плане поведения? Да, да. Поняла. Вот, потому что я бываю и как просто посетитель вечеринок, я бываю как и диджей, и вот таких случаев конкретно на моем опыте стало намного меньше. Расскажи, где ты ищешь музыку для своих сетов? Я понимаю то, что это отовсюду по кусочку, но вот примерно. Я, конечно, могу выпендриться, но я не буду. Ну давай, почему? Не, не буду. Ну просто... Ну давай, выпендрись, ну пожалуйста. Ну интересно, но ты сказала уже. В общем, например, есть два варианта. Есть Spotify, естественно, и его related типа плейлист. Но мне, например, мне важно, чтобы хотя бы в моем сете хотя бы два-три трека было вообще суперселективное. То есть это треки, которые ты, скорее всего, либо не зашизамишь, либо зашизамишь, и там будет там типа 100 прослушиваний максимум. Это просто вот такой прикол, вот такая приколюха и все. То есть типа это нельзя никак объяснить, это просто вот есть и все. Чтобы что-то такое супер уникальное. Да, вот. Чтобы потом такие люди подходили, типа, что за трек? Это такое, не скажу. Вот. А у тебя он написан типа 3-4-5. Ну короче, каким-то странным словом. Вот. Поэтому такие треки лучше всего, конечно, дигать в Discoxy. Это сайт, который, ну, создан очень-очень давно-давно-давно. И там в целом изначально, я насколько помню, он был создан для виниловых оценителей. Потом это все переросло в электронную, ой, точнее в интернет-музыку, digital, короче, формат. Там можно действительно найти прям вот суперсокровища. Но большинство треков я действительно либо нахожу по каким-то сетам других ребят из 90-х. Я очень часто слушаю радио в Mixcloud, например, там Marouche. Это очень классная девчонка, она в 90-х. А, возможно, я сейчас соврала. Возможно, Моника Диэтл. Скорее всего, Моника Диэтл. Но мы все равно не узнаем, что они поправят здесь. Вот. Она была суперкрутой девчонкой, потому что она первая в Германии, в Берлине, в целом начала рассказывать про электронную музыку. Ну и в целом стала такой техно-мамой. И как женщина, короче, как человек, она меня очень сильно вдохновляет, потому что она прям супер, супер большой спец в этом плане. И у нее, допустим, я там часто слушаю радио и что-то там забираю какие-то треки. Ну, если они еще займутся. Вот. Ну и Spotify, конечно. Абсолютно спокойно нахожу. Какие-то треки прикольные. Там тоже есть очень много всего. Крутяк. На этой ноте мы переходим ко второй части нашего шоу. А именно пять рандомных треков в плейлисте «Типикал Марина». Дорогие друзья, поскольку YouTube блокирует ролики за нарушение авторских прав, к сожалению, мы не сможем вам дать послушать эти прекрасные композиции. Но вы можете их услышать по ссылке внизу. Всем спасибо. Ты готова? Нет. Так, смотри. Где ты чаще всего слушаешь музыку? Spotify? Открывай Spotify. Spotify. Короче, песня называется «Майкл Киванука», «Том Миш», «Мани». Я не помню, откуда этот трек. Как и в целом, наверное, все треки. Да, мне кажется, так всегда. Вот. Но я, на самом деле, вспомнила классную ассоциацию. У меня есть подкасты, они называются «Представь». И мне что-то напомнило это. Я там часто просто гостям задаю какую-то ситуацию, на которую они рассказывают, точнее, указывают какой-то трек. Типа он ассоциируется именно с этой ситуацией. Наверное, эта песня, хоть она называется «Мани», она ассоциируется с абсолютно безденежным. Прекрасно. Такой небольшой диссонанс. Такие фильмы были, ведь я диджей. Но блогер зато. Или блогер тоже нестабильный. Да нет, на самом деле, это все, конечно, это все условное. И я думаю, что часто люди, которые идут в блогерство, думают, что если ты популярный, то это значит, что ты супербогатый. Да. Кстати, это очень большой диссонанс вызывает у людей. Я знаю многих известных людей, очень известных людей в России, которые тоже так же считают деньги, как и другие люди. Ну вот кто, например? Не, не скажу. Ну вот это мужчина или женщина, например? Когда как, кстати. Вообще нет такого. Я знаю прикольных ребят, которые делают как андеграундную музыку. И они, например, довольно хорошо умеют копить деньги. А есть ребята, которые делают суперкоммерческую музыку. Я их очень сильно ценю и уважаю. Но, например, у них денег часто нет. И мы там даем друг другу в долг. Но на самом деле это абсолютно нормальная ситуация. Просто иногда удивляет, ну удивляет, конечно, то, что люди там могут удивиться, почему ты ездишь на метро. Почему ты ездишь на метро? Что за люди? Кто эти люди, которые вот удивляются этому вопросу? Ну вот такое бывает. Если ты популярный, это не значит, что ты много зарабатываешь. Это правда. Это уже несколько раз доказано. И блогерство тоже есть такая тема, что сейчас в принципе я начала замечать, что даже в российской сфере скорее даже не цифра что-то значит, а скорее то, что человек делает. То есть, например, вот когда я была просто блогером-блогером, и я там занималась тем, что показывала свою жизнь, она была классной и крутой, как и сейчас. Я не жалуюсь. Просто, видимо, за мной было интересно наблюдать, но брендам не за что было зацепиться с точки зрения рекламы. А как только, например, я условно в описании поставила, что я диджей, автор подкастов, они такие, хм, интересно, лично. И как бы я не знаю, как это работает и почему так конкретно. Нет, но ты права. Они просто больше понимают, про что как бы ты, про что твоя страница. И, ну, больше сразу возникает понимание твоей аудитории тоже. Возможно. Ну, вот то же самое, например, Дукалис говорила, что, допустим, если вы хотите идти, да, Дукалис вообще One Love, если вы хотите идти в блогер, то, пожалуйста, занимайтесь чем-то еще параллельно. Я снесогласна в этом плане. Ну да, кстати, это трон. Следующая песня. О! Песенка, хаски, поэма о родине. Наверное, вот эту песню конкретно я очень впечатлилась ей, когда я встретилась с человеком, который сидел в тюрьме, и я начала с ним встречаться после того, как он вышел из тюрьмы. Это долгая история. Все в порядке с этим человеком, со мной тоже, наверное. Не знаю. Но, короче, я к тому, что просто я чуть-чуть начала узнавать вообще в целом, что происходит там, потому что все равно он был немного... Всю эту тюремную, да, жизнь? Ну, нет, не то, чтобы я там, типа, была в тюрьме или что-то еще. Нет, просто я к тому, что я видела как человека, условно, после того, как он вышел из тюрьмы, сел он за вообще несчастный случай. То есть ничего там криминального с точки зрения морали нет. Я видела, как, в принципе, в нашей стране сложно человеку чувствовать себя человеком после этого. Независимо от того... После того, как ты отсидел? Да. Независимо от того, был виноват ты или нет. Почему? Типа, людское осуждение или что? Не-не, смысл даже не в людском осуждении, а в том, что ты теряешь год, два, три своей жизни в месте, где, в принципе, ты... Ну, тебе максимально морально хотят посадить еще глубже, как говорится. Вот. И как сейчас дела у этого человека? Не знаю. Мы с ним не общаемся. Ладно, давай что-нибудь веселое. Есть веселые истории в запасе? Пожалуйста, вот Хаскива. Так, давай дальше. О, прикольно. Короче, да, вот это будет неожиданно. Savity Best Friend, как-то так называется. Я не была фанатом вот этого мамбл-рэпа и всего такого. Я не шарю. Этот Savity, который через такую букву, да? Через W или как она называется? Да, да. Он крутой. Короче, этот трек вышел буквально там, по-моему, месяц назад. Я просто сидела в Инстаграме и увидела, что я подписана на Doja Cat, оказывается. Ой, она лучшая, я ее обожаю. Я не знаю, чем она занимается, но она мне нравится по внешности. Doja Cat, но она певица, рейперша. Нет, нет, это я уже поняла. Я поняла это после того, что, типа... А мне просто нравилось, что она танцует на пилоне, типа, и то, что она красивая, и все такое. Вот. И я этот трек увидела, и я прям вообще... Короче, это Girl Power трек, это мой любимый трек. Его обожаю ставить, вот когда у меня девчонки приходят на сет, когда у меня, типа, веселые сеты. И этот трек прям ассоциируется с каждой вообще девчонкой, с которой я дружу. Я прям их... Я обожаю своих девочек. Я их реально... Я вожу действительно своих подруг в ресторан на свидание, да. Какое-то мило. Я обожаю это делать. Я не понимаю, почему, типа, этого не делают их парни, и поэтому я, в общем, люблю вот это вот. Пусть они следят за своими девчонками, потому что у них есть такая подруга, как Марина. Да, на самом деле, я уже поняла, что в какой-то момент я почувствовала уже такое на себе чуть-чуть маленькое осуждение со стороны парня. С ССП парней? Да-да, девчонки одной, ну, что я могу поделать? Ну, что поделать? Если не они, так ты. Давай дальше двигаем. Я курила тогда, ментолог. Шла домой, там тревоги, она сыренькая. И взбрело мне чего-то. На самом деле... Я смотрю, тюремная романтика тебя не отпускает. Это Монеточка. Реально? Это Монеточка и называется «Песня Америка». Это важная песня. Монеточка, она мне ассоциируется с квартирой в Этрадном. Я жила в Этрадном в сентябре. Блин, у меня какие-то странные истории сейчас будут. Да не, абсолютно нормально. Короче, я жила в Этрадном. Я сняла тогда квартиру. Я долгое время снимала квартиру с другом. Ну, и в целом вообще с друзьями все время жила. А потом я поняла, что на самом деле я уже подустала. И шесть лет прошло в Москве. Хочу свое, значит, место снять. И я сняла однокомнатную квартиру в Этрадном. Все было замечательно. Но в какой-то момент оказалось, что там живут помимо меня еще клопы. И я заболела коронавирусом в этот момент еще. Прекрасные соседи. А, так ты еще не могла выходить из дома. Да, я не могла выходить из дома. И рядом были клопы. Да. И, короче, мне пришлось было оттуда выезжать. И в этот момент в Монеточке выходит альбом. Вот этот новый, который. И там был трек «Америка», я помню, да. И я его слушала постоянно. Сидела такая, блин, когда же я съеду? Ну, я быстро, на самом деле. Съехала, все, окей было. Вот. Но мне понравился этот альбом. У нее хороший. Прекрасная ассоциация с песнями. Мне кажется, Монеточки польстит то, что это у тебя вызывает такие прекрасные воспоминания. Я, кстати, не рассказывала. Надо будет рассказать. Может, понравилось. Мне будет приятно, сто процентов. Давай финальную песню. А, ну, прикольно. Это «Black Eyed Peas» и «Shut Up». О, ну, у тебя так немножко ретро подкатило. Я же говорю, что у меня супер, типа, странный вообще плейлист вот этот лайкнутых треков. Он вообще там от Рахманинова до, короче, до «Black Eyed Peas». Наверное, с какой-нибудь дискотекой школьной связи. Это прикольно, да. Это реально вот с детства массируется, эта музычка. Ну что, друзья, мы переходим к третьей заключительной части нашего шоу, а именно нашей игре. Мне кажется, Марина уже немножко в шоке. Сейчас мы с тобой будем соревноваться в угадывании слов из песен. У нас есть специальная маска, в которой включен как бы рандомайзер слов, и мы с тобой должны по очереди вспоминать песню с этим словом. У каждого нас будет 5 секунд на угадывание. Если ты или я не угадываешь, тогда черед приходит к другому игроку. Итак, друзья, у нас начинает Марина, потому что она все-таки наш гость. Ты готова? Дорогой, да. Так, давай, включай. Погнали, да. Погнали. Ну что? Глаза. А вот так вы думаете, зеленоглазая подходит сюда или не особо? Зеленоглазая подходит сюда. Зеленоглазая подходит сюда. Ну ладно, нет. Давай тогда ты. Твои глаза. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Назад нельзя. Я не знаю, эта песня, но... Это Лобода. Это что? Это Лобода. Ну ладно, засчитаем. 1-1. Жизнь. Жить в твоей голове, блин, не подойдет, да? Ну... Ну, нет. А я вот тоже на жизнь ничего не помню. Блин, что это слово «жизнь»? Я просто, когда эти слова искала, я вела 100 самых популярных слов в русской музыке. Ну что-то как-то. Боюсь. Ну вот я уже... Ну все. У меня нет на выходе. Ну и все. Что ты меня... Не верь, не бойся и не проси. 2-1. Минута. Я знаю. 5 минут, 5 минут. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это не честно. Почему? Это Гурченко вот вспомнила. Нет, я просто думаю, что минута, и я начинаю в голове именно песню вспоминать со словом «минута». Ну, слушай, жизнь, она вообще несправедливая, как бы. Поэтому 3-1, друзья, сегодня выиграла. Ну ладно, на самом деле, там просто еще такие слова, знаешь, как бы они кажутся легкими, но по факту, вот допустим, слово «жизнь». Ребят, кстати, вот небольшой интерактив. Если вы вспомните песню со словом «жизнь», пожалуйста, напишите нам ее в комментариях, потому что у нас правда возникают с этим сложности. Вот. А тебе, Марина, спасибо большое. И я знаю то, что ты подготовила для наших прекрасных зрителей небольшой подарок. Да, у меня есть. Я же диджей, и я, в общем, решила записать сет. Мы оставим ссылочку внизу. Сет очень-очень крутой. Наслаждайтесь им в эти праздники. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальцы вверх. И всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.